Девушки отдыхают Ну или хотя бы похмельным утром 1 января Мой позитивно возвышенный настрой тем самым будет оправдан Что же касается релизов, то тут у нас второй месяц полный галяк Ничего особо радостного, так что, как и в прошлый раз, ждите после обязательной программы произвольную Обе буду представлять я, Глеб Мещеряков Пусть! 8 января, под конец новогодних каникул, встречайте игру Secrets of Reticon Обладающую необычной геометрической рисовкой Под стать афишем нашего индикатора Судя по трейлерам, проект предложит нам в роли красноперой птички Витать по таинственному дикому миру Решать задачки и погружаться в атмосферу полунамеков и отрешенности Во всяком случае, такие мотивы прослеживаются на данный момент Январское инди-знамя продолжает нести The Banner Saga Проект в свое время с фурором, завершивший кампанию на Kickstarter Собрав в семь раз больше средств, чем требовалось Речь идет о ролевой игре с тактическими боями Главными действующими лицами, в которых выступают викинги Боевую систему все интересующиеся уже давно могут оценить С помощью фритуплейного ответвления под названием Banner Saga Factions И тут без инди не обошлось, хоть и косвенным образом Дело в том, что возможно, если бы не Legend of Grimrock Доказавшая состоятельность олдскульного жанра партийных ролевых игр С передвижением по клеточкам и видом от первого лица То дело бы и не дошло до воскрешения классической серии Might and Mage Первая часть которой вышла в 1987 году, а девятая в 2002 Будет очень интересно глянуть на продолжение Не буду делать вид, что я хоть сколько-то понимаю суть Dragon Ball Z Battle of Z Это вроде как файтинг, причем ориентированный на совместное прохождение с друзьями Вот, пожалуй, вся информация, что я могу вам предложить А, ну еще похоже, что местные герои половину игрового времени проводят в воздухе В подвешенном, так сказать, состоянии Ну да это вполне обычно для японской игры, чего уж Вот четверо смелых, решившихся зарелизиться в январе Хотя нет, еще ожидайте многострадального Рэмбо, о котором я уже когда-то там говорил А также пачку портов Tomb Raider на новые консоли, Dust Force на старые, ну а Metal Gear Ryzen на ПК А учитывая еще пришествие некоторых дополнений к Европе Universalis 4 или Shadowrun Returns, например То картина становится не такой уж прям блеклой и пустынной Но в любом случае тайминг позволяет позаниматься болтологией А учитывая, что заглянуть в год грядущий я уже успел в прошлом выпуске То сейчас будет уместен обратный маневр Подведем черту под прошедшими 12 месяцами, каждому из которых нашлось, что нам предложить Начало 2013-го могло кому-то запомниться благодаря появлению на свет обновленного Данте из DMC Ну а еще я никак не могу не выделить добротную стратегию с тактическими боями по имени Амерта, City of Gangsters Февраль можно охарактеризовать благодаря двум полярным героям Во-первых, ожидаемо крепкая третья часть Dead Space Ну а во-вторых, тотально провальная Aliens Colonial Marines Из-за которой Gearbox Software до сих пор и кается Весной начала расцветать не только природа, но и вселенная видеоигр Выразилось это в появлении на наших экранах двух прелестных барышень Речь о знаменитой расхитительнице Гробниц и о неотступной спутнице Бухера Девита Поддержали данный порыв в апреле соблазнительные формы воинственных дам Из, пожалуй, главного файтинга прошедшего года Injustice Нашлось чем заняться и стратегам Их порадовали уютным переизданием Age of Empires 2 В мае, как и положено, пришлось потрудиться Сначала мы в роли сержанта Рекса Кольта спасали мир от злобного полковника Айка Слоуна А затем помогали Артему исправлять и предотвращать беды и несчастья постапокалиптического метро Первый месяц лета выделяется, на мой взгляд, несправедливо заклеймленный Remember Me Которая вовсе не так уж плоха Ну и, конечно, The Last of Us, что претендует в названии игры года Я, кстати, не пробовал Надо бы исправиться на каникулах Июль оказался откровенно унылым Так что выделять что-либо не очень хочется Но фанаты американского футбола наверняка по достоинству оценили NCAA Football 14 А кому-то еще, возможно, пришелся по вкусу кубический ганкран Окончание лета прошло под знаком криминальных разборок Царящих в кооперативно-бандитском хите Payday 2 По другую сторону закона расположился Сэм Фишер По просьбе президента, выступивший против террористической заразы Сентябрь 2013-го войдет в историю как точка отсчета тех рекордов Что отправились устанавливать Rockstar и Grand Theft Auto 5 Те же, кто остался в стороне от всего массового катаклизма Могли посвятить себя прохождению Total War Rome 2 В октябре тоже было чем заняться Мы с упоением проходили новое творение Дэвида Кейджа Затем эмоционально перемывая ему косточки Ну а еще осеннее настроение под конец месяца Развеял релиз четвертой части Assassin's Creed Ноябрь подарил нам новое поколение консолей Из стартовой игровой линейки, которого, пожалуй, стоит выделить Killzone Shadow Fall Помимо этого, очередное дитя Electronic Arts в жанре Need for Speed Оказалось не так ужасно, как могло бы Ну а в последний свой месяц, уже начинающий расслабляться год Обрадовал нас разве что релизом Grand Tourism 6 И продолжением Broken Sword Предложив в большей степени сконцентрироваться на пропущенных проектах И стимовской распродажей Как вы понимаете, данный калейдоскоп игр всего лишь краткий взгляд назад А не попытка подведения итогов Этим мы займемся уже в январе, как отойдет С Новым Годом вас! И не забывайте решать малые проблемы, спасая большие миры Все, ушел! С Новым Годом вас!